Друзья, всем привет! Вы, как обычно, находитесь на канале ОДК от Адая. С вами, как всегда, Ксюша и Александр. В сегодняшнем видео мы покажем, чем же кормят на обед туристов в отеле Штайгенберг, Аквамэйджик. И здесь у нас рыба, мясо, кепчики. Также погода, наконец-то, налаживается, и мы сможем искупаться в прекраснейшем Красном море. И обязательно покажем вам, какой пляж у этого отеля, какой заход. Сунька, как тебе первое купание в апреле месяце-то? Штай! Многое другое будет обязательно в этом видео, поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии и приятного просмотра! Сейчас мы пройдемся и покажем, чем же кормят на обед в отеле Аквамэйджик. Пошли! Сразу при входе находятся два вот такие вот санитайзера. Стоит человек, измеряет температуру. Так, что мы видим? Мы видим громаднейший вообще зал, который состоит в нескольких частей. Привет! Их три. Так, это у нас всякие соленочки. Маслины, оливки, целые, резанные. Дальше идет генок салатов. Все, видите, находится во льду, чтобы оно не вяло, имело красивый, съедобный, не только съедобный, но и красивый вид. Отдельно вакуумированные гороши, кукурузка, такой себе салатик. Можно набрать капусту и сделать салат. Спасибо! Дальше идет говядина. Говядина, шаурма, шаурма, ага, пить шаурма. Говядина, шаурма. А это шкафа в дуни-уза. Угу, красиво. Также у нас рыба. Рыба. Ой, как аппетитно выглядит. Это спрингерол фритта с соц. Ага, ой, а как называется? Спрингерол. Спрингерол, ребята. Так все аппетитно выглядит. Чикен банэ. Курица, курица-плитка. Курица в панировочке. Курица-плитка. А, кришка, курица-плитка. Дальше рис. Рис. Да, рис байла. Саха, кеда? Ты думаешь, это все? Спасибо большое. Так, тарелки, курица-плитка. Да, тут вот мы пропустили сладости. И по сладостям, конечно, выбор не велик. Но пирожные, тортики. Все выглядит очень вкусно. Мне что нравится, все стоит. Больду. Мед, насыпан лед. И все это охлаждается. Очень красиво. Смотрится дальше идут яблоки-сироки, апельсины, гуава-яблоки, финики, кетчуп-майонез. Так, здесь, я так понимаю, делают гамбургеры. Гамбургеры. Здесь зона для гамбургеров. Здесь картофель фри. Дальше паста. Разнообразнейшие макароны. Все, что вы желаете. Добавляем. Да, и в этой зоне готовят курицу фри, да? И уже в самом конце зала находятся автоматы с кофе-чаем и соки-воды-бах. Дальше. По ассортиментам. Макароны. Танжин. Это картофель. Да. Он называется патрульцев. Кускус. Кускус ковядины. Это для вегетарианцев что-то, да? Здесь у нас тоже для вегетарианцев. И рис. И хлебобулочный отдел. Всякие разнообразнейшие булочки, супарики, багеты. Все, что душа пожелает. И здесь у нас рыба, мясо, перчики. Так, все красиво выложено. Якинка, да? Да. В общем, будем мы брать себе покушать и расскажем, вкусно ли кормят в отеле Аквамейджи. Сейчас мы покажем, что мы взяли себе на обед. На обед. Начну с того, что все вилочки, ложечки принадлежности, чтобы кушать, вот так вот, они лежат в таких специально сложенных салфеточках. Они не вакуумированные, а вот так вот элегантно сложные. Взяли себе сыр, роллы и говядина. Также взяла салатик, горошек, кукурузка, ветчина. Это не колбаска. И красный перец. Ну, огурчики, помидорчики. Я себе взял также роллы. Взял себе курицу, фришку, говядину. Ну и один бутербродик взял. Они тут достаточно симпатично выглядят. Что хочется отметить. Подают здесь напитки в стеклянных бокалах. В таких вот красивых стеклянных бокалах. В соке. Это манговый сок. Вот тоже он в таком вот стеклянном красивом стаканчике. То есть не пластиковый стаканчик, не бумажный. Именно стекло. Все очень красиво смотрится. Ну, сейчас будем пробовать и рассказывать, вкусно ли или просто красиво. Это низкий лодор. Но он приготовлен в этом соусе. Это не соус. Это какое-то райское наслаждение. Очень вкусно. Значит, попробуем ролл. С соевым соусом. Да, я полила его соевым соусом и кунжутом. Ну, такое я уже кушала вчера. Очень вкусно. С соевым соусом не продает такую пикантность. Ребята, очень вкусный манговый сок. Прям вот как манго кушаешь. Холодненький. Ну что, друзья, погода налаживается. Ветер стихает. И это позволяет нам сходить на пляж и насладиться морем. Вот наш отель. Аквамэджик. Вот такая улица Эль Мамша. И вот напротив вот такой вот, вот такого вот быка написано Аквадор. Это значит вход на нашу часть пляжа на территории отеля Альдау. Решили прокатиться на машинке до пляжа. Решили. Решили. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас находимся на пляже. Отдаю карточки и нам выдадут полотенчики. Спасибо. Вот такие вот красивые, как стопитель полотенца. Ну что, сейчас покажем чуть-чуть вам пляжа и пойдем посмотрим, какой здесь заход. Сразу возле входа находится кафе, бар, где вы можете перекусить в обеденное время, взять прохладительные напитки, коктейли. Сейчас и мы себе что-нибудь возьмем вкусненькое. Прохладительного, да? Да, вкусненького хочу, вкусненького. Ой, мой любимый мохито. Очень вкусный этот лимон, мята. Вообще не чувствуется спиртного. Ну, коктейли как в тропителе. Стаканчики, посмотрите, какие здесь стаканчики. Не маленькие пластиковые, а серьезный твердый пластик. Вообще бомба, бомба-ракета. Мы в восторге. Махито мне, конечно, не хватало. Как мы уже сказали, вода налаживается. И Ксюнька впервые за время нашего отдыха сейчас окунется. Я на уже купался, а Ксюнька только идет. Да, я только иду. Тело нагрелось, все равно холодно. Смотрите, мы уже даже успели обгореть. Полностью еще. Да, это, конечно, жесть. Заход плавный, но пока мелко. Яхты вокруг, красота. Вот тут уже можно начинать дырять. Ну, это уже море. Чистое, красивое. Кокрасное море, которое мы любим, да? Да. Люди с масками плавают, там дальше, видимо, кораллы. Ксюнька пока стесняется. Для первого раза там. Есть небольшой ветерок. Но, я повторюсь, погода уже налаживается. И этот ветерок уже действительно небольшой по сравнению с тем, каким он был, когда мы только приехали. И за время нашего нахождения в Гавайи, Цезарь, Палац. Сунька, как тебе первое купание в апреле месяце-то? Кайф! Это просто кайф! Как тебе? Неделя без моря, а теперь раз и море. Это, это прелестно. Погода уже налаживается. Блин, сегодня очень классный день. Но ветерок небольшой. Но в Египте ветерок, он всегда есть. Так же и летом, в любое время ветерок есть. Но, смотря как он сегодня, он не холодный. Сегодня он приятный. Тело привыкло к температуре воды, адаптировалось. И с моря вообще не хочется вылезать. Покажи плечи, как тебя солнышко порадовало. И спинку, и ручки, и шейку, и все обрадовало. Да, поэтому, ребята, приезжая на отдых, когда все-таки уже можно наслаждаться солнцем, не перенаслаждайтесь. Как мы это сделали. Как мы это сделали, особенно я. Я вообще буквально за один день почернел. В общем, в отеле Штайгенбергер, Аквамейджик, так и в Тани Пич, Лагуна. Вы заходите, тут у вас сугубо лагуна. Но, да, выйти далеко. И, судя по тому, что тут плавают люди с масками, то здесь есть кораллы. И мы обязательно снимем видео, покажем, какой здесь подводный мир. Обязательно возьмем с собой масочки и запишем для вас видосик. Да. Сейчас волны еще немножко есть, поэтому немножко поплаваем, переместимся на пляж и продолжим воззнакомить с данным отелем. Наконец-то начинается тот отдых, за которым мы сюда ехали. Ветра уже нету, погода наладилась. Сейчас вот 5 часов. Насколько сейчас кайфово просто садится солнышко. Идем и наслаждаемся. Прекрасная территория, прекрасная погода. Это просто кайф. Да. Наконец-то мы сможем вам показать именно то, что мы запланировали. Это самое красивое море. Это то, ради чего все едут в Египет. К сожалению, первая половина по природным условиям не позволила нам показать тот отдых, который хотелось бы. Но уже переместившись на территорию отеля Штайгенберг Аквамейджик, такое название Штайгенберг, я его еще попробую выговорить. Да. В общем, ребята, будут более такие интересные видео дальше. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Жмите на колокольчик, колокольчик. Да. И обязательно смотрите наши видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.